Пенсионеров столицы скоро будут обслуживать в комфортных условиях. О новом адресе Центра социального обеспечения граждан наш следующий сюжет. Леонид Захацкий – потомственный строитель. Принимал участие в возведении завода имени Кирова, электромаша, предельной фабрики. Строителем был брат и отец мужчины. О здании старой гостиницы «Дружба», в котором в настоящее время находится гор Собес, говорить может долго. Это здание построил мой отец в 1934 году. Я там первые дни своей жизни в 1935 году прожил. Ну, конечно, надо косметический ремонт сделать. Это же была гостиница. Яркое снаружи, но ветхое внутри. Об узких и тесных коридорах здания, соцобеспечения пенсионеры терраспля знают не понаслышке. Там такой красивый дом, но там, конечно, тесно. Там тесно, там прям сидят один на одном. Не знаю, может, тут будет больше места. А там, конечно, приходят и с палочками, и люди инвалиды. Им прям действительно пройти даже трудно. А там вечно давка, и идешь, давишься просто. Там никаких условий нет, маленькое помещение. Там же толпы народу, там невозможно никуда пробиться, надо сидеть часами. В конце июля Собес посетила делегация во главе с премьер-министром республики. Обстановку в учреждении Александр Мартынов назвал удручающей. Поручил профильному министерству и госадминистрации срочно решать проблему. Чтобы улучшить обслуживание пенсионеров, руководство Фонда социального страхования планирует изменить организацию работы центра. Так, обеспечит более комфортные условия как для специалистов, так и для посетителей. Сократится и время ожидания приема. Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения специалистами Центра социального страхования и социальной защиты будет проводиться по новому адресу, улица 25 октября, дом 85, где в настоящее время находится сберегательный банк с октября-ноября текущего года. О начале работы специалистов Центра по новому адресу жителям столицы сообщат заранее. Лидия Салкутсан, Ирина Брагина, Денис Гуляев, Первый Приднестровский, Телеканал.